Ну а мы решили немножечко отойти от этой темы и узнать, кому все-таки на этой неделе знаков зодиака и вообще в начале лета будет вести, каким представителям стихий, воздух, вода, огонь или земля. Ты вот кто, Козерог? Не знаю. Земля. Кто? Не знаю, не знаю, говорит. Сейчас узнаем все подробности у нашего астроэксперта, астролога Наталья Срамута, специально для вас. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, доброе утро всем. Наташа, скажите, вот Козерог, да, кстати, вот у нас, видите, Козерог вообще и красивый сидит на диванчике. Это представитель какой стихии? Земля? Земля, да, самый практичный, самый результативный, самый такой знак зодиака, который стремится к цели. Самый надежный. Ой, сколько комплиментов. Надежный, да. Хорошо, что сулят звезды вообще знаком земли в летом, ну в начале лета, по крайней мере. Какой прогноз? Земля, земля и розни, конечно, здесь очень много индивидуальных факторов, нам нужно учитывать в конкретной карте рождения. Но общая рекомендация какая? Что касается предстоящей недели, давайте заглянем предстоящую неделю и посмотрим, что же у нас, какие рекомендации на предстоящую неделю. У нас с вами есть такая планета, голубая водная планета, она называется Нептун. Ой, какая красивая. Да, не красивая. Нептун – планета иллюзии, планета творчества, планета богатого воображения. Вот она будет царствовать на предстоящей неделе. Самое главное, что для нас с вами? То есть в течение недели, в четверг и в субботу она будет образовывать не очень такие хорошие гармоничные аспекты. Наша с вами задача какая? Если вдруг в голове будут появляться какие-то новые мысли или сомнения, ни в коем случае не поддаваться. То есть оставляем все так, как есть на предстоящей неделе. То есть может показаться, что у меня не та работа, я там со мной живу, не тот, который бы я хотела видеть. Может быть, я бы хотела вообще что-то поменять. Мне перестала нравиться моя машина, что-то я живу в каком-то не таком районе. Вот, пожалуйста, давайте пока не будем ничего. Не рубить плеча, да, предлагайте. Да. Потому что это буквально через неделю все это будет. Вовремя. Вы знаете, Наталья, это на самом деле вот понедельник, а вот много из настроений, вот то, что вы перечислили, лично я ощутила. Ты как? Ну да, покажется, что вот все как-то не тот. Я не буду раскрывать все карты. А, хитрый козерок. Я надежный, мне можно доверять. Практичный. Так, хорошо, а что еще? Эти настроения могут посещать нас всех, независимо от того, какого мы знака зодиака, какого числа мы родились. Что касается психологической, так скажем, устойчивости, стрессоустойчивости, то сегодня понедельник очень хороший день. Самым таким напряженным днем в этом плане, наверное, будет четверг и суббота. Вот в субботу желательно побольше гулять, не ругаться, выходить из дома, тем более, что прогулки на свежем воздухе, слава богу, уже разрешены. И еще какая рекомендация, немножко сложно, давайте я отмечу, кому может быть немножко сложно на предстоящей неделе. Это те, кто родился ближе к середине июня месяца, ну буквально те люди, у которых в ближайшие дни день рождения получаются, да, с 10 до 15, так скажем. Те, кто родился ближе к середине сентября, и тем, кто родился ближе к середине декабря, и тем, кто родился ближе к середине марта. Вот эти вот четыре месяца, для них рекомендация, для всех, кто родился примерно в середине этих четырёх месяцов, да, рекомендация какая? Аккуратно вот эту неделю, так скажем, пересидеть, пережить со своими внутренними какими-то переживаниями, эмоциями, ничего не менять, не ломать, потому что сломать очень легко то, что строится годами, а потом мы не можем это всё обратно вернуть. Ну, в общем, не рубись с плеча, правильно вы сказали. Перетерпеть, перетерпеть. Ой, ах, вот... Ну, Тон — это планета не только сомнений, это ещё и планета творчества, планета нашего вдохновения, поэтому, пожалуйста, какие-то идеи будут посещать, мы их пока договорились, что мы их пока не воплощаем, но мы их записываем. Мы можем записывать куда? Нам всем некогда, поэтому под рукой часто смартфон, айфон, диктофон, если у кого-то есть, включаем и записываем. В общем, как-то взять на карандаш и помечать, да, чтобы не улетела мысль. Наталья, скажите, пожалуйста, звёзды что-нибудь говорят, когда лето начнётся, когда жара будет? Мне кажется, что прекрасная погода на улице. Молодец, Наташа, молодец. Молодец, правильно, потому что... Я вообще шокер. Если ты следуешь рекомендациям астрологическим, то тебе будет везде хороший климат. А мы же, кстати, с вами тогда разговаривали и выясняли, что есть своя погода, астропогода, астроклимат. Вот он как раз влияет на то, как какие... ну, зависит от того, какие планеты переходят. Я хочу своей кожей ощущать прикосновение Солнца и как меня вчитывается витамин Д. А я вот не хочу зноя, вот поэтому вот тебе, а не зной. Тёплую погоду дадим. Хорошо. Что касается переездов, знаете, у многих начинается отпуска и, ну, всяческие там, не знаю, длинные выходные. Всё-таки эта неделя короче, обычная, не забывайте про это, это хорошая новость, да? Может кто-то отправится подальше, чем на дачу? В общем, нужно ли выезжать? И что делать, да, в таким случае? Что про летние поездки? Ну, на самом деле, что касается летних поездок, здесь нужно внимательно относиться. И рекомендация какая? Для тех, кто всё-таки собирается ехать куда-то далеко на озёра и так далее, очень внимательно, очень внимательно и не провоцировать каких-то таких вот желаний нарушать скоростной режим или какие-то правила дорожного движения. Почему? Потому что, на самом деле, до конца июня, до конца июня, даже на начало июля, ситуация такая... Ситуация очень благоприятная, поэтому крайне аккуратно, да, крайне аккуратно за рулём при дальней... Когда мы ездим по городу, понимаете, у нас везде, слава богу, видеокамеры висят, экономим наши денежки и стараемся не нарушать правила дорожного движения и скоростной режима. Да. У некоторых, конечно, крылья вырастают. Аккуратно, пожалуйста. Да, вот, слушайте, Наталья, она поможет вам штрафы избежать и добраться, и сохранить своего железного коня и самим быть целыми и невредимыми. Наталья Сарамут сегодня с нами начинала эту рабочую неделю специально для вас. Спасибо большое. Уважаемые телезрители, составила прогноз, который... Ну, прогноз с рекомендациями, исключительно для зрителей программы «Ужа на Иссея». Рекомендация, получается, только одна. Ничего нового не начинайте, но и старое тоже не ломайте.